Привет всем моим хорошим, драгоценным, любимым девам! Сегодня мы сделаем расклад на месяц ноябрь. Хотела вам напомнить, что я выхожу в эфир теперь каждый день во 19 часов по Москве. Пожалуйста, присоединяйтесь. Там мы смотрим оракулы и мы смотрим карты Таро также. Там мы изучаем карты Таро, изучаем оракул и научаемся, как быть счастливыми, довольными жизнью, исправляться, как расти. Для дев, наверное, это интересно. Я вас приглашаю, присоединяйтесь. И также я отвечаю на вопросы, иногда личного характера, бесплатные и платные. А сегодня мы будем делать расклад на ноябрь. Что ждет дев в ноябре? Мы посмотрим, что здесь будет превалировать, какая область жизни, что нам карты покажут. Первая карта у нас, ну, безрадостная, но это еще не конец. Это наоборот, уже конец плохого, начало хорошего. То есть, да, здесь, может быть, некоторые девы, некоторые из вас чувствуют себя одиноко. Некоторые, может быть, я знаю мои зрители и зрительницы, могут чувствовать себя опустошенным. Может быть, недостаточно поддержки. Эта карта чаще всего для меня говорит, что помощь всегда есть, она рядом. Но вы можете ее не видеть из-за того, что вы физически находитесь в неправильном месте. Это пентакли, это наша физическая материальная жизнь. Возможно, даже здоровье у вас страдает, потому что вы географически находитесь, может быть, в неподходящем месте энергетическом. Такое здесь тоже может быть. То есть пятерка пентакли, она в самом деле хорошая карта. Она, по крайней мере, говорит нам причину. А причина для меня всегда не просто недостаток денег, мои хорошие, здесь может быть, да. А здесь причина в том, что денег, может быть, нет для вас именно там, где вы находитесь. Обычно здесь нищенка нарисована, но здесь такая приятная картина, да. Здесь человек вроде тоже попрошайка, да, но просит, да, но в каком-то таком достойном виде, я бы сказала. Вот. То есть говорится о том, что помощь есть и богатство есть, они существуют. А вы иногда, может быть, себя ставите в такое положение, когда наш ум думает, что всего мало, что всем не хватит. То есть это такое мышление маленького человека. Здесь из него нужно выходить, потому что здесь, скорее всего, помощь рядом. Или же выход есть, вы его не видите. Простая причина. Вы, может быть, в неправильном месте находитесь. А здесь выпадает одна другой не лучше, дорогие девы. Карта башни. Башня часто говорит, что то, что было построено непрочным, оно ломается. Часто мы ломаем это сами и начинаем строить заново, что бы то ни было, работу, карьеру, отношения. Часто мы это делаем сами. Но когда мы в чём-то заблуждаемся и не сделали это сами, то, что шаткое или слишком высоко было построено к небесам, то есть, может быть, обещания были какие-то или слишком розовые надежды. Оно рано или поздно получает от высших сил послание в виде молнии, да, и как бы корона слетает или с этого человека, или с этих условий, или иногда даже с нас самих. То есть, высшие силы говорят, ты слишком, может быть, взобрался или возомнил, или, может быть, человек что-то возомнил, или отношения у вас такие, что вы думали, что он такой замечательный человек, а он показал себя, возможно, с не очень хорошей стороны, или работа показала себя не с очень хорошей стороны. Возможно, здесь у кого-то из вас была работа, и кто-то её потерял, потому что здесь как раз в этом-то и дело, что вы остались сами при себе, но у вас есть самое ценное здесь – это ваше тело и ваше время. Время, которое вы уже не будете терять, сидеть на месте, которое непродуктивное, или строить планы, которые бесперспективные. То есть, вы будете своё время теперь тратить разумно, а у нас это самое главное, что у нас есть на нашей планете Земля – это время, которое мы находимся, наш дух в теле, да, и время – это самое ценное. Конечно же, здоровье ценное, и здесь говорится о том, что некоторым из вас придётся его улучшать, потому что здесь, может быть, какие-то вредные привычки разрушаются, или разрушающие вредные привычки для тела, или, может быть, вы менее активны, чем вы были раньше, до вируса, да, и ваше тело говорит, что мне пора двигаться, а ты меня держишь в заперти, понимаете, да? И вот эта башня происходит как озарение, то есть она часто очищающее разорение, когда вы очищаетесь от чего-то, чтобы двигаться дальше, чтобы строить что-то новое. У вас появится прилив энергии. После того, как вы осознаете, что вы в самом деле разрушилось то, что не было перспективно, у вас появится новый прилив энергии, новые возможности, новые желания. Вот здесь человек на пятёрке Пентаклей, да, он как будто бы у него и желания уже нет быть здесь, где он есть, но он всё ещё там. А здесь есть желание всё поменять. Может быть, это вы, кто разрушит эту башню, да, это может быть ваша работа нелюбимая, или отношения, или токсичный человек. У вас появится желание позаботиться о себе, дорогие девы, да? Туз Жезлов – очень хорошая карта, очень продуктивная. Это новое начало, это когда как будто бы вы можете почерпнуть энергию из окружающей среды, из высших сил, да, ну, высших сил нашей Вселенной. Здесь говорится, смотрите, казалось бы, при таком начале, да, такие негативные карты из карт Таро здесь выпадают, но они очищающие в самом деле. Здесь нужно выходить из своей головы, выходить из ненужных отношений, токсичных мыслей. Может быть, здесь очень много у вас мыслей есть, которые деструктивные для вас. Дорогие девы, смотрите, деструктивные, да, мысли, которые деструктивны могут быть для здоровья, мысли даже и страхи, которые деструктивны для отношений. Иногда это не ваша вина, иногда другой человек вас предал или другой человек сделал вам больно, потому что здесь 10 мечей, да, это не всегда наши собственные мысли, но мы как приемник, иногда мы тоже очень негативно мыслим. Если мы находимся в окружении бедных людей, которые бедны духом, часто на этой карте, здесь одна девочка нарисована, часто бывает нищенка и коллега, да, идут вместе, то есть как бы слепой глухому помогает. То есть здесь говорится, что иногда люди, которые окружают нас или мы находимся в окружении людей, которые очень-очень пессимистичные, очень-очень негативные, и вот это как раз вы из своей жизни и удаляете, то есть это как бы новое обновление, да, у вас тогда прилив энергии появляется, когда хотели вы или нет, это всё уходит на задний план, потому что здесь как бы хуже не бывает. То есть ты должен от этого отречься, от чего-то. Если ты не отречёшься, то тогда высшие силы тебе помогут, да, в виде башни. Для чего? Здесь обычно на карте Таро рука протягивает, рука высших сил протягивает вам жезл. На, бери, пользуйся. Энергия неограниченная. Энергия для всех, и в том числе для вас, дорогие девы, и именно для вас. Куда вы её направите, это уже от вас зависит. Это очень хороший энергетический толчок в вашей жизни. Посмотрите, здесь как будто бы кто-то специально здесь выложил все карты, которые негативные, только для того, чтобы донести до вас вот эту простую истину, что возрождать то, что было вокруг, не нужно. Если у вас это негативные отношения, плохая работа, низкооплачиваемая, плохие люди, вас без конца в этом месте, может быть, обманывают или подставляют, или ещё что-то, вы должны выйти из этого места. Вы находитесь физически в неправильной географической точке. Даже если вы физически поменяете, например, место, переедете в другой город даже рядом, не обязательно в другую страну, у вас могут появиться новые шансы. Новые шансы на отношения, новые шансы на дружбу, любовь, работу. Очень много новых шансов. Все вот эти карты негативные, как бы строится всё. Вот если оно говорит Таро, если вам было башни мало, мы вам дадим ещё смерть, регенерацию. Если вам регенерации мало, мы вам дадим ещё пятёрку пентаклей. Будем давать до тех пор, пока вы не поймёте, что вам нужно двигаться вперёд. И шанс для вас всегда есть. Это очень такой духовный, перерождающий. Здесь ещё как бы не выпала одна карта, которая есть в моей голове. Это высший суд. Когда ваша труба зовёт, что вам нужно точно совершенно двигаться, когда уже... Смотрите, если вы будете двигаться вперёд, вы найдёте руку помощи. То есть в самом деле вам будет легче материально. Шестёрка – это уже пятёрка. Это когда тот человек, который стоял вот здесь на пятёрке в одном месте и не двигался в одном месте, и к нему не шло, когда он стал двигаться, и к нему пошло. То есть помощь есть, и помощь будет. Это шестёрка – это рука помощи, которая вам... Или материальная помощь, или помощь от друзей, или помощь от какого-то спонсора. То есть если вам в самом деле так плохо, то помощь будет. И вообще о ваших руках хороший очень жезл. Но помните, что самое главное у вас есть не только ваше тело, но и время, которое вы не можете терять на токсичные отношения, на плохую работу, на несчастливую жизнь, на дурацкие мысли. Все вот эти карты, десятки показывают об этом. И если вы это поймёте, вот у нас две шестёрки, да, то вы выйдете победителем. Если вы поймёте, что у вас всё есть для того, чтобы быть счастливым, и для того, чтобы быть успешным, а это наше тело и время, у вас появится здоровье, у вас появятся силы двигаться, у вас появятся начинать новые начинания. Здесь карта победителя. То есть здесь говорится в основном, что, скорее всего, у вас происходит трансформация в голове, а не физически. То есть эти энергии, они, старшие арканы обычно ставят нашу психику под удар, да. Они говорят, что поменяйся, пора меняться, начинай мыслить более позитивно, начинай встречать людей, которые лучше, чем которые тебя окружают. Избавляйся от того негатива, как только ты можешь, насколько можешь. Не считай себя несчастным, двигайся, пользуйся. Всегда вселенная. Вселенная. Знаете, как только вы начнёте говориться, если вы чего-то не умеете, учитель появляется тогда, когда готов ученик. Ну, то есть гуру, да, появляется тогда, когда готов студент. Ой, господи, вот это у меня произошло. У меня дом трёхэтажный, здесь качается всё. Наверное, мои дети 20-летние там бегают, извиняюсь. Это уже не собачки. Кто знает, у меня есть собачки, но так не дрожит с собачками. Ладно, хорошо. Дорогие мои, да, не держитесь за прошлое, не бойтесь. Здесь есть страх безопасности, страх от того, что у вас не получится. Не бойтесь. Здесь есть новое вдохновение. К вам придёт тогда, когда вы сделаете первый шаг в сторону лучшей другой жизни. Я вам желаю успехов. Не бойтесь. Спасибо. Спасибо.